Сотрудники МВД не остались в стороне и также поздравили коллег-женщин. Следующий сюжет об одной из представительниц, казалось бы, не дамской профессии, с которой она вполне справляется. О нелегкой службе майора полиции Асиат Сулейманова в сюжете Луиза Раджабовой. Ей с детства нравилась форма. Кем быть Асиат решила еще в юности. В то время как подруги выбирали, кем быть, врачом или учителем, она упорно готовилась к поступлению в Рязанскую высшую школу МВД России. Отучилась четыре года, вернулась в Дагестан и устроилась в Кировский отдел полиции. У меня старшие сестры, две сестры, закончили Рязанскую высшую школу. Конечно, когда они приезжали на каникулы, я видела их в форме и восхищалась ими. Мне очень нравилось, как красиво им идет форма. И с детства мечтала тоже учиться работать в форме. Несмотря на трудности рабочих в будни, Асиат ни разу не пожалела о выборе профессии. Строгий, но справедливый инспектор. Каждому ребенку ищет подход, старается найти причину тому или иному поступку. Педагог и юрист в одном лице. Именно так о капитане полиции отзываются коллеги. Она добродушная, она может найти подход к детям несовершеннолетним, что ее связывает, профессиональная деятельность ее связывает с несовершеннолетними детьми. Она может расположить себе детей. И не было такого, чтобы в адрес нее кто-то пожаловался, родители или дети какие-то. Скажем так, человек своего дела, она знает свою работу. Асиат знает практически каждый школьник на районе. Она часто проводит профилактические занятия в образовательных учреждениях, общается с ребятами, рассказывает о правах и обязанностях юного гражданина. С осядшей Хмедовной мы работаем уже несколько лет. Знаем ее как исполнительного сотрудника, как отзывчивого человека, как инспектор ПДН по делам несовершеннолетних. Всегда поможет ребятам, школьникам и советам, и напутствием. Нам очень приятно работать в одном коллективе с таким прекрасным человеком, как осядшей Хмедовной. Терпение и любовь к профессии – вот что ей помогает в работе. И даже в канун праздника она на рабочем месте. Первым делом служба, а цветы и поздравления потом.